Здравствуйте, в эфире программа Диалог. 1 октября весь мир отмечает Международный день пожилых людей. День признанный обратить внимание на проблемы и нужды ветеранов, особенно одиноких и престарелых. Мы живем в непростое время, но это не должно стать преградой для простой человеческой заботы и уважения горожанам, посвятившим большую часть своей жизни развитию нашей страны, нашего города. Ведь без заботы о старшем поколении у нас не будет будущего. Какая помощь будет оказана петропавловским ветеранам? Об этом мы сегодня поговорим с председателем городского совета ветеранов Сарой Караловной Тасименовой. Здравствуйте, Сара Караловна. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, сколько на сегодняшний день проживает пенсионеров в нашем областном центре? На 1 января этого года в областном центре насчитывалось 39 498 пенсионеров. Но по состоянию на 1 сентября этого же года у нас насчитывается 40 274 получателя пенсии. Дань уважения и признательности окажут пенсионерам во время проведения месячника. Скажите, пожалуйста, что запланировано, какие мероприятия? Значит, у нас проведены два оргкомитета областной и городской, намечены планы мероприятий, план мероприятий на весь месячник, значит, с 1 по 30 октября. В этом плане предусматривается как социальная поддержка пенсионеров, так и общественно-политические мероприятия, массовые мероприятия, развлекательные мероприятия для людей пожилого возраста. Значит, планируется в этот месячник сделать приятное, прежде всего, участникам войны. В нашем городе их осталось 134 ветерана войны, инвалида войны, которые живут и ждут нашей заботы и внимания. Значит, мы им материальную помощь окажем с открыточкой по сложившейся традиции. И наши помощники, это руководители государственных органов Акимата, будут ездить и поздравлять их с Днем пожилых. Затем у нас планируется поздравление 22 петропавловцев 1 октября в Смирновском доме пожилых, престарелых. Это люди, которые наши родные петропавловцы. Им оказана будет каждому помощь по 2000 тенге с концертом, с такими добрыми словами. Наши люди, наша делегация будет встречаться с этими людьми, с этими престарелыми. 15 общественных объединений инвалидов. В Акимате будет состоится встреча нашего руководителей нашего города, или Акима, или зам Акима, с руководителями этих общественных объединений инвалидов, которым будут также вручены конверты. Оказана материальная помощь. Дом, домам психохроников, хотя они находятся на государственном обеспечении полностью, но тем не менее они ждут помощи, внимания, заботы. И поэтому здесь тоже и детскому дому, и взрослым будет оказана также материальная помощь, и наши люди будут их поздравлять. У нас есть школа еще детей, так мы называем в городе школа Шакшакбаева. Ребята больные с опорно-двигательным аппаратом, то есть они очень плохо себя чувствуют, и поэтому тоже будет оказана помощь. Потому что это месячник не только пенсионеров, это месячник инвалидов. И если 1 октября это день пенсионеров, пожилых людей, то 11 день инвалидов. По городу планируется проезд наших всех пенсионеров 1 октября на пассажирском транспорте полностью при предъявлении удостоверения. 11 октября для инвалидов при предъявлении своих документов. Значит, в этот день нашими культурными учреждениями, это музеи, областной краеведческий музей, музей изобразительного искусства, резиденция Аблайхана и другие общественные культурные заведения, двери будут их открыты для посещения. Мы сейчас в Совете ветеранов составляем график для того, чтобы большого накопления людей не было, а там удобно группа 20-25 человек, особенно обращая внимание на тех людей пожилых, которые утратили связь со своими предприятиями или приехали из сел нашей области. Поэтому, более того, у нас будут оказаны на помощь еще и лечебные профилактические учреждения. По традиции, они организуют день открытых дверей, и любой пожилой, может прийти или инвалид, получить необходимую консультацию. То есть предусмотрен ряд мер для того, чтобы как раз в этот день чувствовали себя нужными, что о них заботятся и о них думают наши ветераны войны и труда и инвалиды. А на какие цели будут направлены средства, заработанные на субботнике? 12 сентября по решениям Оргкомитета областного и городского проведен благотворительный субботник. К сожалению, этот раз у нас получилось, средств мы собрали меньше, чем в прошлом году. Эти средства где-то около 5 миллионов тенге, я не скрываю эту сумму. И эти деньги поступили как раз на эти цели. У нас подготовлена смета, утверждена Акимом города, на это смета, на эти все расходы, вот наказание и помощь малоимущим. У нас есть комиссия при Акимате города, которая оказывает помощь на топливо, дрова, уголь. Вы знаете, многие пенсионеры, ветераны, пожилые живут в неблагоустроенном жилье. И сейчас погода такая, что у нас холодно в домах. Они не получили отопление, печное отопление, все подорожало, дрова, топливо. Они просят, пишут заявление и обращаются к нам за помощью. Поэтому у нас работает комиссия, по их заявлениям мы оказываем помощь. То есть деньги, поступившие от благотворительности, идут и на эти цели. Деньги эти идут и на цели оказания на медикаменты. Потому что, получается, если больной имеет несколько заболеваний и состоит даже на учете по одному заболеванию, то на другое заболевание ему лекарства не дают, приходится им покупать. Поэтому они пишут заявление, рассматривает комиссия это заявление и потом стараются помочь, выделить деньги. Это не акти большие деньги, это 15 тысяч, 10 тысяч тенге. Порой бывает и 5 тысяч тенге. Но, тем не менее, люди очень довольны, радуются, что хоть какая-то помощь есть. По заявлениям эта комиссия должна оказывать по положению только раз в год. Но, тем не менее, иногда приходится возвращаться и два раза, и три раза. Потому что есть люди, которые попадают в сложные жизненные ситуации. Им нужна помощь. Поэтому здесь мы внимательно подходим к каждому и индивидуально, адресно. А будет ли оказана материальная помощь людям старшего поколения? И сколько средств предусмотрено на эти цели? У нас, согласно я уже, как я уже сказала, у нас предусмотрена подготовлена смета на эти все расходы. И по смете предусмотрено около 4 миллионов тенге. Из благотворительных средств, которые поступили по итогам субботника, а поступления продолжаются. Поэтому эти деньги будут именно адресно направлены на цели, на оказание помощи пожилым пенсионерам с минимальной пенсией. К сожалению, у нас очень большое количество людей. Основной состав пенсионеров получает пенсию от 34 тысяч до 40-55. Это средняя пенсия. И они очень нуждаются в помощи и поддержке. Потому что подорожание коммунальных тарифов, коммунальных условий, подорожание некоторых продуктов повседневного спроса, это влечет, конечно, им сложно выживать. И они всегда обращаются к нам. Городской совет ветеранов в отдел занятости, социальных программ, приходят на прием к руководителям нашего Акимата. То есть мы стараемся всем оказать помощь тем, кто в них нуждается. А какой вклад в общее дело внесут лечебные учреждения? Лечебные учреждения, как я сказала, день открытых дверей. И надо сказать, именно лечебные учреждения также оказывают помощь по благотворительности. Я могу назвать третья городская больница. Они оказали более 200 тысяч тенге. Третья поликлиника. То есть это очень вклад. Кроме того, большой их вклад в благотворительность для социальной поддержки наших пенсионеров. Но кроме того, что они будут вести прием 1 октября наших пожилых людей. А какая помощь в рамках месячника будет оказана инвалидам? Как я уже отметила, 15 общественных объединений инвалидов, 9938 инвалидов в городе живет. Из них часть инвалидов, более около 400 детей, остальные все взрослые инвалиды. И поэтому они также обращаются сейчас своими письмами, запросами инвалиды. И поэтому мы стараемся им помочь общественным объединениям. В прошлом году мы им давали по 50 тысяч тенге конверты, приглашая в наш Акимат. Но в этом году мы также предполагаем какую-то помощь. Но все это зависит от тех поступлений, которые поступят на наш благотворительный счет. Мы поговорили про инвалидов. Хотелось бы узнать, ветеранам Великой Отечественной войны какая будет помощь? Ветеранам Отечественной войны, как всегда, мы оказываем адресную помощь. Надо сказать, что они очень хорошо в этом году окружены, как никогда, вниманием и заботой, как государственных органов, так своих предприятий и в целом общественных объединений. Ветераны войны 134 человека у нас получат по 5 тысяч тенге с открыточкой, с цветами. И будут адресно, будут разъезжать наши руководители государственных органов, именно городских государственных органов, и поздравлять их с Днем пожилых. Это уже предусмотрено, и эти вопросы уже решены. А есть ли в нашем регионе люди, достигшие 100-летнего возраста, и какое-то им внимание будет оказано? Обязательно. Это уже стало в нашем городе традицией. У нас 5 человек, достигших 100-летнего возраста. Среди них ветеран войны Киселёв Иван Матвеевич. Мы его очень хорошо чествовали. Это участник войны. И, надо сказать, его жена тоже участница войны. И вот эта чета, как раз им тоже будет оказана помощь. Им по 10 тысяч тенге, и открыточки, и, как всегда, наши поздравления, добрые слова нашим пожилым, которые прожили век. А какое-то внимание будет оказано тем пенсионерам, которые утратили связь со своим трудовым коллективом? Да, к сожалению, надо сказать, что в последнее время у нас очень большой, как сказать, приток людей пожилого возраста из сельских районов. Конечно, благоустроенная квартира, тепло, светло, только оплата коммунальных услуг, а в целом всё под рукой, конечно, для старшего поколения это очень необходимо. И поэтому у нас сейчас 40 274 пенсионеров пожилого возраста и очень много людей, которые пребывают с районов. И надо сказать, у нас и ряд городских крупнейших предприятий, которые ликвидированы были, в годы перестроечные, в годы. И поэтому они потеряли свою, как сказать, они потерялись как предприятие. На их базе созданы новые предприятия, на их месте расположения. Поэтому бывает сложно. Эти люди, мы говорим, мягконечейные, но они наши, они наши люди, они наши пожилые. Именно мы стараемся их помочь. Они 176 на сегодня первичных ветеранских организаций существуют в городе, которые объединяют 21 тысячу пенсионеров. Из них и теперь, получается, у нас увеличивается всё время число, не меняется количество пенсионеров, которые не связаны с коллективами, с организациями, с учебными заведениями. Мы стараемся. Мы создали по месту жительства 4 организации, ветеранские организации. Поэтому здесь им будет оказана помощь. Более того, согласно действующему вставу Республиканское общественное объединение организации ветеранов, если ветеранов в коллективе насчитывается 10 человек, можно создавать ветеранскую организацию, их объединять, ветеранское объединение. Но, к сожалению, у нас есть ряд предприятий, ряд субъектов, хозяйствующих, которых ветеранов 2, 3, 5, то есть 9 даже бывает. Мы стараемся их объединить. Но, тем не менее, по уставу, если по закону, то они не могут участвовать, объединяться, как ветеранская организация. Но руководители им непременно оказывают помощь, за чашкой чая, где-то экскурсии делают, проводят встречи с ними. То есть они окружены заботой и вниманием в своих коллективах, которых они есть. Поэтому мы стараемся сейчас увеличить количество ветеранских организаций. Не всегда, к сожалению, получается. Мы создали ветеранскую организацию по месту жительства в поселке Баркии, потому что там очень много пожилых, которых 70-80. Они у нас больные, не выходящие из дома. Поэтому мы вынуждены были это сделать. У нас ветеранская организация в доме Мира 127. Две ветеранские организации по улице Абая в двух домах. И мы создали ветеранскую организацию буквально недавно, Айртауская 3. То есть эту работу мы продолжаем активно. Но, к сожалению, некоторые молодые руководители не хотят брать тех, кто уже проработал и вышел на пенсию и уже отдыхает. Они хотят взять и обращать внимание, окружить заботой и внимание только тех, кто ушел на пенсию при них, с их предприятия, с их хозяйствующего субъекта. Поэтому есть какие-то проблемы, но мы стараемся помочь нашим ветеранам. Они все к нам идут, идут, хотят чашку чая, хотят внимания. И поэтому мы стараемся объединить их по месту жительства. И при городском совете ветеранов на сегодня полторы тысячи пенсионеров, мы их объединены под нашей крышей. Это ветераны бывшего автобусного парка, ветераны троллейбусного парка, который, к сожалению, закрылся. А ветеранские организации насчитывают 80-90 человек. Это ветераны фабрики «Инпашив одежды», ветераны фабрики «Комсомолка», ветераны фабрики МЛД, завода малолитражных двигателей. То есть у нас есть много-много таких, которых мы стараемся помочь. Выделяем хоть понемножку вместо открыточки денег. И стараемся окружить их заботой и вниманием. Приглашаем к себе. Поздравляем юбиляра, поздравляем с днами рождения. Стараемся помочь в проводах в последний путь ветеранов. То есть стараемся оказать всяческую поддержку и помощь. Сара Гарлановна, а что бы Вы хотели пожелать нашим пенсионерам и ветеранам? Во-первых, наш президент Нурсултан Абишевич проводится только что завершена, но она продолжается. Хорошая, добрая акция «Мири-Ле-Отпаса». Хорошая семья, крепкая семья, крепкое государство. Я всегда говорю нашим ветеранам о том, что, может быть, где-то мы что-то упустили, что молодые люди иногда забывают нам лишний раз позвонить. Молодые люди забывают о нас вспомнить день пожилых, просто подарить открыточку, просто приехать, обнять и заглянуть в глаза. Вот это где-то нет у нас, у некоторых. И, к сожалению, наши пенсионеры нуждаются в этом. Они радуются, когда к ним приходит наша тимурская команда, когда молодые, бабулечка, подмести вам что-то помочь. И она потом звонит в городской совет ветеранов. Я хотела их карамельками угостить, они не взяли. То есть ветераны – это добрые, достойные, гордые люди. И, к сожалению, некоторые руководители обидно бывает, да более обидно, когда стараются отделаться двумя килограммами сахара, двумя килограммами муки, а наши не идут это получать. Они потому что так воспитаны. Они нищие бывают, но гордые. И поэтому этим унижать не надо. Они всегда с достоинством. И я хочу сказать, что прежде всего, мы всегда ветеранам говорим, воспитывайте своих детей. Раньше семья большая была, но она была добрая, хорошая семья. И самое главное – знак уважения к старшему был. И я считаю, что 1 октября – это день добра и уважения. И поэтому я хочу пожелать ветеранам нашим, всем петропавловцам, всем нашим землякам с праздником, с днём добра и уважения. Пусть в ваших сердцах звучит всегда песня радости, гордости за своих детей и внуков. Памяти чудесной страницы, когда приятно полистать, опытом и радостью делиться нам, о чём приятно вспоминать. И сегодня в поздравлениях наших искренность, забота и тепло. Пусть же в этот день на сердце вашем будет радостно, легко и светло. Спасибо вам большое, Сара Кайраловна, что вы сегодня пришли к нам в гости, ответили на все наши вопросы. Всего вам доброго, до свидания и с праздником. С праздником. Спасибо. А я напоминаю, что сегодня в студии была председатель городского совета ветеранов Сара Кайраловна Тасименова. Это была программа «Диалог». Актуальные темы и интересные собеседники. Всего доброго.